Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на мой канал. Сегодня давно обещано видео о том, как же мы все-таки сходили в клинику. Сходили мы 25 числа прошлого месяца, а видите, о новостях все нет и нет. Самым, наверное, знаковым событием этого посещения должно было стать определение пола нашего ребенка. Но, но, но расскажу, как же все обстоит. Кто же это, девочка или мальчик, или не пойми, кто вообще у нас родится. Так, что еще расскажу? Расскажу в каком сейчас физическом я состоянии, каком я самочувствии, что я принимаю, какие добавки у меня есть для беременных, какие, в общем, штуки и так далее. Ну, в общем, поделюсь там всякой информацией, вдруг кому-то будет интересно и полезно. Итак, о визите в клинику. Сейчас визиты стали более редкими. Раньше нас прям гоняли каждые две недели на УЗИ. Мы спрашивали, почему так часто, может, что-то не так. Сказали, да нет. Просто тут как бы такое отношение к этому. Здесь для этой страны это нормально, каждые две недели УЗИ. Вот, сейчас считается, что уже такой срок безопасный, когда вероятность рисков того, что что-то случится с ребенком крайне мала, поэтому теперь визиты станут более редкими. Раз в месяц, но потом к концу беременности они снова участятся. Вот такая вот, значит, система. Да, если кто-то не смотрел предыдущее видео, в предыдущем видео я сказала, что у меня сейчас аллергия. В общем, я переела арбуз, у меня аллергия, поэтому, извините, если я шмыгаю носом, у меня там слезятся глаза, это значит, я не страдаю. Это просто из-за аллергии. Нет, ничего не случилось. Ничего плохого со мной не случилось. Просто переела арбузико, переела. Вот такое чувство меры, прекрасное чувство, но у меня его не оказалось вовремя, чувство меры. В общем, так, что касается пола ребенка, это было просто разочарование полнейшее для моего мужа. Он в этот день шел, естественно, на все консультации сходят со мной, хотя он вначале говорил, что типа, ну тут рядом с дома, ты типа сама сходишь, я говорю, ну, конечно, схожу, в чем проблема. А теперь для него это, знаете, как праздник, для него УЗИ, это как, знаете, позвонить по видеосвязи ребенку, так сказать, повидаться с ним. Поэтому он ходит, каждый раз спрашивается с работы и ходит вместе со мной, ему тоже интересно. В этот раз он прям шел, волновался, у него была такая, знаете, тяжелая отдышка. В общем, его обнадежали на все 100%, что скажут пол на этом приеме, хотя точное подтверждение пола обычно бывает на втором скрининге, кажется, в 20 недель или когда-то. Ну, короче, поэтому это еще не факт, что скажут, но он уже был весь в надеждах. Нашего врача не оказалось на месте, он, наверное, роды принимал. Такая клиника, что как-то на первом этаже консультация, на втором нарожают, на третьем этаже центр послеродовой реабилитации матери и ребенка, где женщина после родов пребывает 2-2 недели. Вот, она отдыхает, ну, короче, ничего не делает, там ребенка кормит, моет, вызывает за нее, она просто там отдыхает, шатается. По центру отдыхает, иногда ходит к ребенку покормить там, иногда, в общем, спит, отдыхает, смотрит, что-то хорошо кушает по 5-6 раз на день, понимаете? Вот такая вот реабилитация. Вот, это все в одном месте, поэтому, наверное, пошел на роды наш врач, и его опять не было. В клинике три врача, и, в общем, к одной, у которой мы уже один раз случайно были, женщина, была огромная очередь, а к другому мужчине никого особо не было, и мы решили к нему сходить, потому что это не было каким-то суперважным посещением, что там ждать огромную очередь. Вот. Он, конечно, такой какой-то, не знаю, то ли флегматичный, то ли неуверенный, значит, в своих каких-то профессиональных возможностях, но муж был разочарован работой данного специалиста, вот, и тем, что ему, та-да-да-да, не сообщили полно, нам не сказали. Я, кстати, не виню этого врача, хотя он, конечно, какой-то такой, ну, знаете, еле-еле душа в теле. Хотя, может быть, это такой темперамент, обычно такие спокойные люди их всегда воспринимают как непрофессионалов, когда напористые, наглые, такие какие-то экспрессивные люди, всегда умеют там продавить, да, своим авторитетом, даже и убедить всех в своем профессионализме, поэтому я не знаю, какой он профессионал был, но я поняла, что и ребенок тоже, собственно говоря, наш, не захотел ничего показывать, вот. Я так поняла, наш ребенок не очень любит УЗИ, потому что он бегает от датчика, то есть датчик за ним, он в другую сторону. Вот, первые секунды он лежал нормально, там вот это барахтал, там ручками, ножками, и как раз врач зафиксировал его основные параметры, которые сейчас важно зафиксировать, и все, сказал, что все нормально, послушали сердцебиение, все хорошо, и когда дошло дело до определения пола, он начал за ним гоняться, врач, то с помощью датчика, водя датчиком по животу, по-моему, начал гоняться за моим, иначе, ребенок, и ребенок не захотел ничего показывать, то есть он буквально в смысле бегал от датчика, ускользал, потом как-то развернулся, и нам показывал только вот свою вот эту вот макушечку, макушечку нам все показывал. В общем, по макушечке, к сожалению, определение пола невозможно, поэтому придется ждать до 22 ноября, до следующего посещения. Я не расстроилась, но муж там первые дни что-то там переживал, отзлился на врача, как так ему не сказали. Ну, такое бывает, бывают случаи, когда, ну вот, не получается определить. Потом, конечно, определяют, ну, что переживать. Вот такая вот история. Так, что? Покажу, как изменилась моя фигура. Кто-то в моем там влоге увидел у меня уже большой живот, типа, у тебя уже какой, какой уже живот? Вот, ну, вообще-то это был не живот, я шла вот так вот, снимала так сверху вниз то, что у меня под ногами, там желтая листва, и торчал край куртки моей, вот так торчал куртки, и под ней еще у меня толстовка, вот, знаете, с кармана впереди, внизу такой карман, куда две руки можно засовывать. Вот, и все приняли это за живот, ну, не все, там пара моих подписчиков приняли это за живот, написали, о, уже живот такой, уже прям живот же, особо ничего там. Ну, живот, как будто бы я просто хорошо кушаю, вот такой вот у меня живот. Вот такой вот, значит, живот, как будто бы я, ну, хорошо покушала, да, то есть ничего такого супер выдающегося в нем нет. Вот, как будто я человек, который плотно сейчас поужинал, пока ни о чем. Вот, пока ни о чем. Вот такой живот. Вот, а теперь по поводу живота, и не только, как бы женщинам в процессе беременности, как я поняла, трудно избежать каких-то, ну, психосоматических расстройств, проблем на фоне вот своего какого-то специфического мышления. Что касается размеров живота, то живот, некоторые, да, мы начинают у себя выискивать чуть ли там не на восьмой неделе, на восьмой неделе-то очень рано, некоторые на восьмой неделе, да, даже не знают, что беременны, или узнают только-только у врача, ну, бывает и такое, да, не все так внимательно к своему циклу бывает, что захлопочешься, или списываешь там на гормональный сбой, приходишь, уже там натикало. Да, когда я пришла, мне сказали уже шесть недель, когда я только-только вот, мне это все произошло, я пришла, пришли мы с мужем, мне говорят уже шесть недель, ну, вот, я шесть недель вообще ходила, ничего не знала. Вот, поэтому некоторые уже на восьмой неделе у себя уже видят живот, потому что такая зацикленность на животе не только у самой беременной женщины, но и у ее окружения порой, то есть окружение тоже присматривается. Нормально ли это? Ну, это из разряда каких-то накручиваний, накручиваний себя, потому что в былые-то времена, во времена молодости наших мам, бабушек, прабабушек и так далее, афишировать свою беременность было непопулярно, как это сейчас, то есть женщины как-то, ну, может немножко стесняться, может немножко неловко, то есть так не афишировали, мы сейчас это, знаете, празднуем как Новый год, ура, я беременна, всем надо сообщить, а раньше не афишировали и могли не афишировать до пятого, шестого месяца, благополучно скрывать, не прибегая к самым ухищрениям свою беременность, скрывать на работе от коллег, от каких-то подруг, которым не хочется говорить, от каких-то родственников, которым не хочется об этом сообщать, и это было совершенно нормальным явлением, и никто же лично не подозревал беременность, то есть до пятого, порой даже до шестого месяца, поэтому, когда женщина у себя раньше времени выискивает живот, это уже из разряда таких, ну, бзиков, да, я тоже поначалу на этом циклилась, еще далак, далак, вот сейчас он, наверное, начнет расти, сейчас он станет огромным, сейчас он дальше носа будет выглядывать, нет, это все ем, да, это все накручивание себя, за счет чего он может быть большой, за счет стремительного набора веса, не связанного с беременностью, связанного просто с обжорством, из-за чего еще бывает большой, из-за особенностей работы кишечника, у некоторых возникает ждутие, газообразование, у некоторых запоры, особенно на фоне беременности, порой возникает, то есть это тоже увеличивает, как бы визуально объем живота, но это не сама беременность, то есть это не сам ребенок делает живот таким большим, то есть вполне реально по опыту наших там бабушек, да, доходить до пятого-шестого месяца так, чтобы никто ничего не видел, не знал, и ты сама не тяготилась этим, потому что излишняя зацикленность порождает психосоматические проблемы, и я очень благодарна той подписчице, которая мне в самом начале посоветовала, ну в общем не циклиться, и вообще, ну, как она сказала, психосоматику никто не отменял, это да, то есть не надо накручивать, не надо вот это вот, слишком погружаться в этот мир, посмотришь вот эту, знаете, раскладку по неделям, как меняется тело женщины, там ее ощущения во время беременности, таких жутик насмотришься, и зачем тебе это, потом будешь выискивать у себя эти признаки, вот у меня сейчас по моему сроку все мне уже что прогнозируют, изжогу, и значит у меня должна болеть спина, но у меня нет изжоги, у меня не болит спина, и изначально, когда все это началось, я просекла эту фишку, ничего, как-то, знаете, привязывать все к ребенку, к размерам ребенка, и понимать, он может как-то менять мое самоощущение, или не может, мне очень помогла таблица, в которой вот расписаны размеры ребенка по неделям, там типа, ребенок достигает двух сантиметров, то есть я прям брала линеечку, смотрела, сколько два сантиметра, ой, два сантиметра, да что там я могу чувствовать, какие-то два сантиметра, какая-то новая зарождающаяся жизнь, потом там дальше срок идет, какие-то там пять сантиметров, семь сантиметров, это что вообще, да, или там вес 10 грамм, какие-то 10 грамм, что я там могу чувствовать, ребенок весит 10 грамм, вот сейчас у меня сколько, 18 недель, да, с понедельника у нас начнется 19 неделя, размер, вес моего ребенка 150 грамм, схорина ли у меня должна начать болеть спина, почему мне нельзя спать на спине, или там нельзя спать на животе, то есть это то, что обсуждается в женских сообществах, между женщинами и беременными, почему мне должна болеть спина, 150 грамм, мне специально полезно в холодильник, искать что-то, что весит 150 грамм, чтобы себе это представить, в холодильнике ничего не нашла, нашла на полке с припасами, это была баночка, баночка консервы тунец, тунец, ну вы понимаете, да, то есть как бы, в тебе баночка тунца, с хера ли у тебя болит спина, зачем себе вот этот негатив накручивать, с чего она должна болеть, с чего вдруг тебе должно тяжело спаться на спине, это одно дело, если это уже было до беременности, то беременность может как усилить, и я так поняла, что, ну это мое предположение, вы мне напишите, как вы считаете, что я так поняла, что беременность, она как бы немножко просто усиливает те состояния, которые у тебя были до, да, то есть у меня, например, мое такое больное, это аллергия, я при беременности стала еще более аллергичной, чем до нее, я не скажу, что я с собой страдаю, я из действия живу с аллергиями, ну бывает, там почихаю, бывает, что не то съела, так вот почесалась, почухалась немножко, вот сейчас у меня чешется вот здесь, вот сися, и под левой коленкой, поскольку сейчас вечер, у меня, это к вечеру начинается, вот эта почесуха, то есть по сути у меня ничего, вот, и вот это вот, сопли вот эти, аллергичные, ничего нового у меня не прибавилось, у меня просто усилилось то, что у меня было до, то есть до, у меня моя самая главная болезнь по жизни, это аллергия, чтобы снизить аллергию, мне нужно сидеть на очень аскетичной диете, тем хуже вот, аскетичнее я питаюсь, какой-нибудь вообще, сухарем каким-нибудь, понимаете, и водой, тем лучше, но там морковку грызу, понимаете, и сушеный сухарик, тем для меня лучше, если я начинаю что-то вкусняшечки какие-то потреблять, естественно, накапливаются аллергены в организме, и потом у меня начинаются такие вот, у меня это не слишком острые приступы, поэтому я не пью таблеток от аллергии, не пила до, и сейчас тоже не пью, само так, знаете, проходит, просто стараюсь пить бы больше чистой воды, чтобы разбавлять вот эти аллергены, и все, то есть я поняла, что фишка вот в этом, то есть если что-то у тебя было до, то в период беременности это усилится, а вот, поэтому я считаю, что можно, буду стремиться к тому, чтобы отходить максимально легко, скоро, вот в этом месяце, будет такой важный рубеж, середина беременности, 20 недель, середина, вот в этом месяце будет уже, то есть кажется, что, ну, очень быстро прошло время, и пока не так тяжело, сейчас вот, скоро начнет очень быстро ребенок набирать вес, вот туда посмотрим. так, сейчас я расскажу, какие добавки я принимала и принимаю для беременных, ну, фолиевую кислоту я не принимала, вот, потому что, ну, не все так, не все так полезно, это надо выяснять, конкретно прояснять ситуацию по себе, стоит ли я тебе принимать, не стоит ли я принимать, я много лет принимала ее в составе другого комплексного препарата, то есть, вот тот, ту баночку, которую я вам в своих старых видео показывала, витаминки свои, те витаминки включают в себя тоже, комплексные витаминки, включают в себя фолиевую кислоту, и эти витаминки я пью, ну, не знаю, очень давно, уже много лет, курсами, время от времени, поэтому, когда я вступила на путь беременности, я решила ничего такого особо, что мне надо, просто буду пить то, что я привыкла пить, также курсами продолжать, поддерживать свой организм, потому что, когда давят вот на эту тему, что надо тебе больше и больше, как будто бы у вас какое-то, знаете, острое дефицитное состояние, как будто бы у вас какое-то острое авитаминоз, почему, вдруг, с чего, кто это решил, где доказательства, где бумаги, где какие-то, я не знаю, анализы, просто даются общие рекомендации, сейчас пить и фолиевую, потом пить и д, потом, если что-то там йод, потом, если что, железо, ну, короче, то есть, это, если вам очень, это принципиально очень интересно, идите где-то дополнительно обследуйтесь, давайте анализы, смотрите, что у вас там по анализам, решайте, надо бы пить, не надо пить, ну, либо так на лобом глотайте, иногда хуже не будет, иногда будет, то есть, переизбыток каких-то веществ, он тоже может быть опасен, тот же, той же самой фолиевой кислоты, пусть почитайте про нее, вот, что я сейчас пью, ну, пью свои обычные витаминки, которых я показывала, там, стародавных видео, обычные, они не популярные, не разрекламированные, просто когда-то, много лет назад попробовала, пью вкусно, так, из нового, у меня вот такой вот препарат немецкий, он содержит в себе железо, и разные витаминные добавки, витамин B1, B2, B12, витамин C, различные фруктовые экстракты, там соки и прочее, груши, винограда, черной смородины, шпинат, в общем, такой микс с железом, потихоньку, понемножку принимаю, не уверена, сколько он мне нужен, но по чуть-чуть, специально купила такой, не сильный препарат, разбавленный всякими экстрактами, с дополненными разными витаминами, чтобы не, как бы не переборщить, почему, потому что, как я уже говорила, некоторые настолько нагнетают, все это беременные, витамин как будто у тебя острое дефицитное какое-то состояние, во-первых, у тебя есть свои запасы, да, ребенок там появился, он что-то потребляет, но не в таких количествах, чтобы у тебя был какой-то крайний дефицит, да, если он у тебя есть крайний дефицит, возможно, у тебя и до этого было, просто ты бы анализы не сдавала, не проверяла, не факт, что при беременности ты будешь давать и проверять, соответственно, когда ты покупаешь, ну, например, какой-то препарат железа, нет, это какой-то другой, это называется Floradix сироп, это сладкий сироп с витаминами, вот ты покупаешь препарат, препарат, например, железо написано, там, да, при железодефицитных состояниях, она, значит, назначается, там, да, употребляется и пьется, и пьется там по одной капсуле два раза в день, и ты херачишь по, по одной капсуле два раза в день, как будто у тебя железодефицитная анемия, то есть, человек, у которого железодефицитная анемия, купит этот препарат и будет пить его по инструкции, и ты, у которого, у которой может быть там легкий недостаток на фоне беременности, тоже будешь, в той же, в той же объем его потреблять, как будто у тебя тоже железодефицитная анемия, кстати, употребление железа провоцирует запоры, кстати, то, что и так бывает у беременных женщин, у многих, то есть, вы вообще, не сходите никогда в туалет, и у вас потом будут огромные проблемы с вашим, там, кишечником, и так далее, ну, и банальная потеря качества жизни, да, извините, когда человек, там, в туалет не ходит, это очень тяжело, поэтому надо поосторожнее, надо как-то, ты должна понимать, что ты сама за себя несешь ответственность, а не возлагать всю ответственность на врача, что он тебе все просто так посоветует, наобум, какие-то общие рекомендации, у меня эти общие рекомендации, вот, прописанные в моем дневнике, и что толку, да, что мне в дневнике прописано, то мне и врач на приеме говорит, в смысле, прикола я не поняла, да, то есть, я еще к тебе не пришла, но, ты уже заранее знаешь, что мне надо попить железо, или витамин D, такие общие рекомендации, ну, и есть женщины, которые просто вот так все воспринимают все, как авторитет врача, врач сказал, все значит, в детали не вдаются, так, что у меня, кстати, к этому бальзамочку немецкому, мне еще присылают такие подарочки, это молочко для тела, такой пробничек, в общем, гель для лица и тела, и вот такая очищающая вода для лица и тела, ну, я все потестироваю, так, приятно, приятно, что такой подарочек положили, так, что у меня еще есть, ну, сейчас я стараюсь увлажнять больше тела, хотя, насчет растяжек, как мне говорила моя мама, кому суждено, того будут, кому не суждено, того не будут, можно ничего не делать, как правило, опять-таки, склонность к появлению растяжек на коже, она есть еще до беременности, да, соответственно, беременность, но это просто еще способствует появлению новых растяжек, у человека, у которого они были до этого, причем бывает не только у женщин, но и у мужчин, например, у меня, и у бывшего мужа, и у нынешнего есть растяжки на теле, хотя они никого не рожали, это понятно, у моей мамы не было, я надеюсь, у меня может тоже не будет, потому что, ну, у меня вообще их нет, ну, может и не будет, но на всякий случай, вот поскольку сейчас уже холодает, увлажняю вот этим вот универсальным гелем, гель алоэ вера, увлажняющий, так, что еще есть, из-за мимимишных всяких штучек, у меня есть вот такая вот милая мочалочка, для массажа кожевота, и вот такой бодрящий лимонный, значит, гель, но это так, чисто для настроения, для удовольствия, помочали, тянетели животик, так, и что мне еще, мне еще подарили подушку для беременных, сейчас покажу, так, вот такая подушка, она состоит из двух длинных валиков, и тут посередке такая вот, знаете ли, перемычка, вот, что хочу сказать, лучше, конечно, если тут вот, с замком, вот так все, и можно спать без подушки, да, то есть, зачем вот эта перемычка, куда-то по серединке класть подушку, если есть такие же с подушкой, ну, нормально, удобно ли, ну, поначалу как-то непривычно, она даже, знаете, как-то мешалась мне в кровати, а сейчас я привыкла, уже приспособилась спать на ней, и такое ощущение, как в коконе, то есть, как маленький ребенок в таком коконе спишь, а пока только так, пока больших изменений в теле нет, пока она служит только для психоэмоционального, комфорта, а потом, возможно, когда появится живот, она может быть как-то ногу-то на нее закидывать, в общем, как это было показано в рекламе этой подушки, подушку подарила коллега, господи, коллега, не коллега, а клиентка, постоянная клиентка мужа моего, которая раньше у него постоянно стриглась, сейчас не работает парикмахер, но было очень приятно, когда она узнала, она узнала, что вот жена у него, в положении, она решила сделать такой подарок, очень приятно, спасибо, вот, вот такая, вот такие вот две колбаски, и так, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал, напишите, поделитесь своим опытом беременности, вот, что у вас, как у вас было, какие вы переживания считаете обоснованными, какие нет, всех люблю, целую, и пока-пока, 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 Субтитры сделал DimaTorzok